Здравствуйте, подписчики моего канала. Если вы заметили, то последние расклады все время почему-то говорят о каком-то еще мужчине в ваших отношениях. То есть вы пытаетесь построить семью с одним мужчиной и никак не строится. И высшие силы вам создают ситуацию, где приходит третий лишний, который заставит вашего мужчину двигаться. Я вот подумала и решила такой расклад открыть, да, может быть какую-то завесу для нас приоткрыть, который называется «Новый принц уже в пути, что он хочет вас найти». То есть для чего, зачем, почему. Сейчас мы это будем смотреть. То есть «Новый принц», какой он, кто он, откуда он, такое чудо. Интересно. Всегда новое, конечно, интересно. Это приносит эмоции, это приносит какие-то, знаете, приятные такие воспоминания, это приносит романтику, потому что вот бытовуха, она, конечно, заедает, да. И вот если, например, многие женщины, которые вступают в треугольники с женатыми мужчинами, думают, что они себе ищут новую жену, это не так, да. То есть они ищут каких-то эмоций, как творческие люди. Они ищут какого-то драйва, они ищут каких-то новых ощущений, новых запахов и так далее. Вот. Но так как у нас получается, что по раскладам приходит всё-таки мужчина, то есть у вас их будет два, да, мы сейчас посмотрим, что это за мужчина и для чего. Итак, мужчина как личность, какой идёт, какой там принц. Император Самодур, который любит себя, любимого исключительно, у которого корона на голове, у которого заводы, пароходы, фабрики, который, знаете, уже присытился жизнью, за которым бегают куча женщин. Кстати, может быть, женатый, женатый мужчина. И этот мужчина достаточно такой быстрый в завоеваниях. То есть если вы летите на курорт, то его задача быстро завоевать, быстро получить эмоции и быстро отчаять в своя си, да. То есть мужчина такой быстрый завоеватель. Мужчина, который привык получать всё и сразу. Мужчина, кстати, очень ресурсный, который будет тратить на вас деньги, пускать пыль в глаза, рассказывать, как он добился чего-то по жизни, там, да, может быть, какие-то истории такие интересные. То есть у него такой быстрый этап завоевания. Он, может быть, часто ездит отдельно отдыхать, или он сейчас свободен, да. Вот, и его задача быстро пыль в глаза пустить, быстро деньги спустить, быстро женщину завоевать, а там как пойдёт. Так, смотрите, страстный, темпераментный, активный, да. То есть тестостерон через него, как бы прямо, я бы сказала, через уши льёт. И, естественно, он готов на сексуальные отношения. И он будет активно проявляться. То есть у него вот реальный такой настрой поехать, познакомиться. Естественно, какие-то сексуальные отношения. Он не планирует долго вас философскими какими-то своими разъяснениями мучить, да. То есть ему желательно ресторан, постель, да. То есть как бы такой краткий курс по достопримечательностям вашим. Я бы вот так это назвала. Так, мужчина, который готов выслушать, готов помочь, готов поговорить, готов что-то обсудить, готов пожалеть, готов, знаете, и, может быть, даже на собственном опыте вам поделиться каким-то своим мнением. То есть достаточно доброе. Посмотрите, сколько огненных энергий. Вот просто, да. Человек, во-первых, активен, во-вторых, сексуально настроен, в-третьих, он завоеватель по своей природе. То есть не то, что вы там приедете и будете долго упорно строить глазки, думать, а повезет, не повезет, а будет ли роман, не будет, а что будет в продаже. Мужчина четко знает свой план, он четко его будет выполнять, он четко будет идти к своему плану, да. Мужчина интриган, ну, то есть знает четкие какие-то приемчики пикапа. Видимо, часто завоевывает женщин, такой завоеватель, да. То есть почему высшие силы вам его дают для того, чтобы было развитие, да. То есть чтобы ваш партнер, который сейчас сидит и ничего не предпринимает, чтобы он активизировался, когда рядом вот такой вот яркий соперник. То есть там не замухрышка какой-то, да, у которого 3 рубля в кармане, а мужчина, который привык тратить, который, может быть, будет дарить цветы, который, может быть, будет активно дарить подарки, да. И вы, естественно, как чебурашка откройте и уши, и все на свете, да, и будете слушать этого мужчину. Вы себя почувствуете не просто красоткой, да. Вы расцветете, вы будете улыбаться, вы будете привлекательны, вы будете благоухать, потому что около вас будет, ну, просто такой активный мужчина. Мужчина ревнивый. Мужчина такой, знаете, он собственник, он не готов делиться ни с кем. То есть если вот что-то он вас высмотрит, да, он готов даже на серьезные отношения. Мужчина философ, он привык держать определенную дистанцию, ну, то есть его, как бы, определенное, знаете, как бы тоже место, где он должен отдохнуть, подумать, что-то порассуждать. То есть ему нужно вот это пространство, да, то есть там не должно быть вас много, даже если вы поехали на курорт. Вы должны, как бы, держать определенную дистанцию, чтобы мужчина сам проявлялся. Если вы начнете, как бы, активничать, то мужчина может испугаться. Для этого мужчины вы, как кармическая роковая красотка. То есть мужчина, который привык к легким победам, здесь просто обалдеет, как ему будет, а трудно и сложно вас заполучить. Вот оно, ваше проявление эстерозности, да. Несмотря на вашу внешность, такой фей, фей, да, внутренний-то, ну, трос, смотрите, какой, да, обманчивая. То есть это вот те самые стервочки, которые умеют привлечь, и при этом язык-то у них острый, и мозги-то у них умные, да, и знающие, понимающие, есть о чем поговорить, и хитра, умна, такая, знаете, знает себе цену. То есть мужчина вот реально обалдеет от того, что вы его, ну, скажем так, покорите вот своим поведением, да. То есть здесь будет такое удивление для партнера, что еще такие женщины в наше время, да, есть. Так, смотрите, с ним будет легко, весело, прикольно, я бы так сказала. Да, он будет вас веселить, он будет вас развлекать. И, кстати, вы как бы настроены на легкий курортный роман, естественно, будете вести себя достаточно непринужденно. Но при этом вы тоже будете определенную какую-то дистанцию держать. Вы будете показывать, что вы завоевательница, что вы сама выбираете себе мужчин, что если вы не захотите с этим мужчиной быть, вы не будете, да, то есть вы такая интересная в этой ситуации. И посмотрите, как он расстроится. То есть встретил женщину своей мечты, а эта женщина своей мечты, она как актус выпускает колючки, да, и говорит, я сама выберу, хочу я быть с тобой, а может, я хочу быть другим, да. То есть это ему как бы не айс, как понравится. Это одержимость какая, да, страсть какая, сексуальное желание какое сумасшедшее. То есть у него проснется, у него появятся определенные фобии, страхи, комплексы, что в нем не так, да, как бы весь мир удовлетворяю, ее не удовлетворяю, почему она меня не хочет. Так, здесь будут, в принципе, знаете, как бы обмен энергиями, обмен энергиями эмоциональными, чувственными, какие-то будут легкие отношения, может быть, какие-то легкие беседы, ни к чему не обязывающие, да, потому что вы будете определенно удержать дистанцию и будете очень сильно будоражить его какое-то воображение. То есть ему будет безумно с вами интересно. Ну, 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 вы не дадите с собой тотально контролировать, не получится у него. То есть вы не будете отвечать на какие-то определенные вопросы, вы ничего не будете о себе рассказывать. Кстати, очень многие женщины делают огромную ошибку, они говорят, вот я ему там открыла душу, да, а он в нее, образно говоря, настрал в эту душу, да. На самом деле не надо незнакомым людям ничего рассказывать. Ну, то есть вы должны быть загадкой. Одно дело, когда вы едете в поезде, да, сели там, доехали, рассказали что-то и вышли с этого поезда. Другое дело отношения, потому что мужчины, они такие, они, знаете, как радиоприемник, они все на себя принимают, но в самый неподходящий момент они же вас потом уколят, да. То есть вы потом почему так разочарованы, расстраиваются по причине того, что вот мужчины, они такие, да. То есть им тоже надо манипулировать и управлять, у них есть определенная тактика, у них есть одна определенная программа в голове. То есть вот почему они похожи, почему, допустим, очень многим подходит тема раскладов, да, по причине того, что, ну, они устроены, они такие, знаете, у них вот идут извилины вот так и все. Если у нас они вот так вот идут, и мы там что-то крутим, вертим, выкручиваем, то у них вот четкие какие-то восприятия, да, то есть антенна настроена на секс, на воспроизводство, на завоевание, на манипулирование. Больше у них тут как бы ничего в голове нет. Так, смотрите, мужчина влюбится, то есть у него прям вспыхнет такая любовь. Я по секрету вам открою, что мужчины влюбляются в первые 10 секунд, и они четко, знаете, вот вас к себе примеряют. Ну, то есть на какие отношения он готов. Если он в первые 10 секунд не влюбился, не рассчитывайте, что он влюбится в вас с годами. Это вообще бесполезная как бы трата времени. Он или сразу зацепился, или уже не зацепится никогда. Но, может быть, знаете, будут какие-то дружеские отношения с элементами секса, которые, в принципе, ни к чему серьезному не приведут, только к разочарованию. Смотрите, как он захочет с вами семью. То есть летел с одними мыслями, да, как бы, а в результате пролетел с другими мыслями. И несмотря на то, что вы по статусу финансовому, ну, очень сильно будете отличаться от него, да, ему все равно, потому что он будет готов вас разодеть, одеть, нарядить, дать все, что угодно, лишь бы вас заполучить. Так, смотрите, вы здесь проходите определенный какой-то духовный рост. Вы найдете какие-то общие темы, вам будет интересно. Может быть, вообще будете на одной волне, да. Это бывает же, как бы, встречаешь духовно к тебе подходящего человека. И шансов у вас будет вот просто миллион, да. То есть вот он увидит вас прям в свою вторую половинку. Вот, смотрите. То есть он увидит в вас офигенный потенциал. И ему будет безумно интересно, что вот, допустим, в такой вот инской, там, маленькой, там, хрупкой женщине, да, там, вот такой потенциалище огромный, да, с которым можно пройти по жизни на одной волне. И будет интересно, и будет не скучно. И она не лезет в твою жизнь, она не вторгается в твое пространство. Ну, то есть это ему будет вот реально, как бы, открытие. Ну, опять же, здесь будут тоже какие-то слезы, может быть, разочарования, знаете, связанные с тем, что он не поймет, что императрица, ну, не его, да. То есть, как бы, вот он почувствует, что вы держите дистанцию, и, в принципе, совершенно не хотите за него замуж, потому что вы будете эту вот энергетическую стену четко держать, что я не такая, я жду трамвая, там, как бы, да, как бы, только духовное общение, там, или какое-то дружеское общение, и не более того. И вы ему тут не написываете, не названиваете, не спрашиваете, не интересуетесь. Ну, то есть вы такой индивидуум, который ему, в принципе, не попадался. Но с вами весело, интересно, он будет получать удовольствие, ему будет комфортно, ему будет легко. Знаете, вот вы будете прям реально на одной волне. Он будет за вами очень внимательно наблюдать. То есть вы его заинтересуете, как неведомая такая зверушка, которых практически в мире нету. И он активно начнет за вас бороться, вас завоевывать. И здесь он будет и ссориться, и спорить, и что-то, знаете, конфликтовать, и показывать свой интеллект. Ну, то есть он применит такую тяжелую артиллерию, чтобы вот реально вас завоевать. А вы такая, раз такая, у вас таких было куча. И вы знаете, как им манипулировать, и совершенно не паритесь. Вы знаете, что он будет у ваших ног, потому что у вас есть четкая тактика, отработанная годами, да, точное мастерство. И вы видите, что эта ситуация создана высшими силами для определенного урока этому мужчине, да. То есть вы как этот учитель ходите, раздаете домашние задания, смотрите, как мужчина их выполняет. Мужчина, конечно, такой завоеватель. И для него будет сложный урок, что встретил женщину своей мечты, а она не по зубам. И вот она, сумасшедшая любовь. И его сердце, которое будет расти, его прям его тут, я бы сказала, с ума сведете. Ему будет очень сложно, тяжело. Не будет отступать. Он будет настроен на продолжение отношений, на развитие союза, да. Несмотря на то, что он чувствует, что вот вроде как вы одиноки, или свободные, да, там как бы, что могли бы что-то построить из отношений, он почувствует, что у вас кто-то есть другой. И то, что вы вот им манипулируете, именно холодностью такой, вот будет прямо будить в нем какую-то вот любовь такую, знаете, вот вселенскую такую, да, когда вот бывает в определенном возрасте, как говорят, там мужчине сидя на голову без ребра, да, вот когда у мужчины бац, и там где-то в 40-50 лет приходит такая сумасшедшая любовь, и он готов, я не знаю, там бросить бизнес, семью, все что угодно ради любимой женщины, да, это бывает редкость, но это, и он почувствует, что вы его судьба. То есть у вас, знаете, как если бы было многомужество, вы бы себе оставили двух мужчин, потому что они будут достойны оба, вы достойны, будет очень много общаться с вами, очень много вкладывать вас финансово, да, но, 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 смотрите, здесь, но, здесь разрушение всех каких-то стереотипов будет, да, потому что он почувствует, что вы за него не держитесь, ну, 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 не держитесь, да, ну, ну, не в вашем поле ягода, как бы вот вы так смотрите, ну, весело, ну, интересно, ну, замечательно, ну, не мое, да, как бы, вот, и вот эта вот кармическая ситуация, она приведет к тому, что вы победу одержите именно своим игнором, холодом и энергетической стеной, перейдете в какие-то качели отношения, то есть не он будет качели качать, а вы будете качаться на качелях сама, да, и у вас будет выбор из двух влюбленных мужчин, и вот вы будете раздумывать, в принципе, кто к вам, то есть, смотрите, какая вы эгоистка, яркая, привлекательная, вы будете наслаждаться своей харизмой, своим состоянием, да, которое вы испытываете рядом с этими мужчинами, да, что вот они оба любят, оба хотят, оба добиваются, и вы вспомните, может быть, кого-то из юности, какую-то первую любовь, как вы начинали, как у вас вот это все начало, как бы, знаете, получаться с мужчинами, как вы четко оттачивали это мастерство, и будете понимать, что, ну, все они как бы под одну гребенку-то, мужчины, и будете спокойно, уравновешены выбирать мужчину для брака, ну, то есть, не вас выбирают, вы выбираете, да, это всегда удобная позиция, оба ресурсные, с деньгами, оба будут готовы вас складываться, долго будете думать, ну, месяцев семь будете думать, кого же вам выбрать, да, как бы, два мужчина, два кошелька, да, как бы, один мужчина, один кошелек, ну, то есть, вот, вот, как бы, вот эти мысли вас, как бы, будут так мучить, и здесь, с их стороны, очень много любви, они будут вас наполнять, они будут вам давать очень много таких вот положительных эмоций. Мужчины, кстати, помладше вас, у которых тестостерон еще горит, да, и вы-то будете достаточно сдержаны, вы будете еще кого-то просить, да, то есть, вы для них такая звезда, но вот вам все время чего-то не хватает, то есть, вот, в одном мужчине как-то не объединяется вот все, что вам хочется. Так, ну, тут высшие силы разруливать ситуацию, то есть, пока вы там думаете, вы можете годами продумать, они за вас тут разрулят, а первый пройдет трансформацию, и уже все сделает для того, чтобы вы женились, да, пока второй здесь будет что-то соображать. Финансовый поток придет к вам с обоих сторон. И вот это вот, знаете, как бы нежелание быть женой, потому что опять это какие-то, ну, определенные рамки, да, и, естественно, ну, вот в браке нету постоянного праздника, да, почему так все замуж стремятся, мне не очень понятно, потому что, на самом деле, в браке скучно, вот. А когда вы имеете несколько партнеров, и партнеры все-таки в вас вкладываются, да, и вы чувствуете какую-то свою значимость, вы можете что-то выбирать и понимать, что, ну, вы интересны, вы привлекательны, они вас добиваются, они вас вкладываются, да, то есть, они не успокаиваются. Вот высшая сила вот эту вот раз и обрубит вам, да, чтобы вы выбрали кого-то одного. И вот этот самый страстный темперамент, который вам по судьбе, для которого весь мир, то есть, от первого, которого вы уходили, в результате вы к нему и вернетесь. То есть, высшие силы раз вас и так подтолкнут. Ну, показывают, как подтолкнуть закончилась колода карт, ну, и для этого существует приватный расклад, да, чтобы посмотреть вашу ситуацию, как она будет у вас развиваться дальше. Сладкий слаб tiger. Продолжение следует...